БУДУЩЕ МАРИЙСКОГО ФУТБОЛА С разной степенью периодичности, как правило, по выходным стадион «Дружба» полностью отдается под матчи юношеских команд. В целях оптимизации на очередной тур приволжских соревнований к нам, например, приезжают сразу три разновозрастных команды из Нижнего Новгорода или другого города, которые, соответственно, играют со сверстниками из Ешкаролинского «Спартака». Например, в этот день на главной спортивной арене республики встречались футболисты 99-го, 2000-го и 2001-го года рождения. Наиболее перспективный у нас 2001-й год. Мальчишки имеют огромный опыт, много в них вложено, помогают и родители. Они очень серьезно относятся к тренировкам. И сегодняшний день показывает, что они играют уже на равных с Нижегородской командой, с Мордовией. Более успешные они. Есть другие команды, которые, скажем так, проигрывают поначалу, но сам результат будет гораздо позже. Дюшер по футболу, к слову, одна из самых многочисленных спортивных школ республики, что и понятно. Оттого и внимание к результатам юных футболистов повышенные. Тем более в свете того, что главный спортивный оплот, ешкаролинский «Спартак», вот уже много лет состоит только из местных воспитанников. Правда, результаты, показываемые юными игроками, за редким исключением, не совсем оптимальные. Мы стараемся, мы нацеливаем ребят на победу, но там же тоже тренируются. Там интернаты, там детей собирают не только, как мы с республики Морел, там собирают с Нижегородской области, ближайших областей, там делают сборные. Поэтому, конечно, тяжело конкурировать. Но мы не сдаемся, мы работаем дальше, мы делаем выводы определенные, пытаемся наладить учебно-тренировочный процесс. Впрочем, все познается в сравнении. Например, каких-то 10 лет назад результаты юношеских команд были совсем плачевные. Ситуация стала меняться с открытием в Морел новых современных спортивных сооружений, таких как стадион «Дружба». Особые надежды футбольной общественности на футбольно-легкоатлетический манеж, строительство которого завершается в Заречной части города. Я каждый день езжу на работу и с работы мимо этого манежа. И не было ни одного момента, чтобы я не посмотрел в эту сторону. Мне очень нравится внешняя, по крайней мере, сторона. Я надеюсь, что это ведь настоящее поле футбольное. Легкоатлетические дорожки там есть, там можно очень много добиться. Это очень большое подспорье. Ждать быстрых результатов после открытия манежа не стоит, говорят специалисты. Для того, чтобы воспитать хорошего спортсмена при нужном усердии и понимании поставленных задач, требуется не один год. Государство же, со своей стороны, делает все условия для этого. Это и бесплатное обучение в спортивных школах, а также строительство доступных спортсооружений не только в Ешкарале, но и по всей республике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова